Здравствуйте, я Надежда. Сегодня мы с вами разберем правописание 1 и 2 N в прилагательных. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик и смотрите наше видео. Сегодня мы с вами познакомимся с темой правописания 1 и 2 N в именах прилагательных. Нас сегодня с вами будут интересовать прилагательные, образованные от имен существительных. Одна буква N у нас спишется в тех словах, где суффикса нет вообще. Например, слово красный, румяный. И еще одну букву N мы будем писать в прилагательных, которые отвечают на вопрос ЧЕЙ, заканчиваются на ИЙ. ВОРО-НИЙ, ПАВЛИ-НИЙ. Идем дальше. Еще одна буква N пишется на суффиксах ИН-АН-ЯН. Например, серебряный кулон, ржаной хлеб, соловьиное пение. Но в этом правиле есть известные исключения. Это оловянный, деревянный, стеклянный. Для запоминания можете представлять себе окошко. Рамы у окошка деревянные, внутри стекло стеклянные, ну и ручки, скорее всего, были оловянные. Идем дальше. Переходим к написанию двух N. Два N мы с вами напишем, когда у нас основа заканчивалась на N, и мы добавили суффикс N. Например, длинный, ценный. Еще два N мы напишем в существительных, которые заканчиваются на МЯ. Их не так много, все они есть в этом цветочке. Время, временный, имя, именной. Идем дальше. Еще две буквы N пишутся в суффиксах онана и енана. Например, лекционный курс, высоченный дуб. Из этого пункта есть одно единственное исключение. Слово ветренный. Но опять же запомните, если мы добавляем к нему приставку без, то правило перестает действовать. Безветренный день. Надеюсь, что все вам было понятно. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.